Привет, Джей! Здорово! Вакансия, короче, я его очень долго ждал просто. Боец, тебе знакомо чувство усталости? Ты хочешь быть лучше? Электролиты концепции тайского бокса выведут твою выносливость на новый уровень. А также тайские спортивные бальзамы помогут быть максимально продуктивными как на тренировке, так и в бою. Лучшие продукты для спортсменов из Тайлама, о которых вы не знали, в магазине abcshop.su Бодрые друзья, сегодня ответственный день, еду встречать Женю. Значит, на часах у нас 4.20. Не могу же я ему дать самому добираться с аэропорта до Патонго. Поеду встречу, пацана. Поехали! Ну что, друзья, Женя прилетел благополучно. Идем его встречать. Где-то он здесь. Ожидают. Смотрим. Ага. Вот что-то я так и думал. Это широкая стойка. Это Женя. Привет, Женя. Здорово, как дела? Спасибо, хорошо. Сам как? На 5 баллов. Как долетел? Вообще супер просто. Слушай, а я тебя думал еще встречать вчера ночью. А у тебя там пересадка была сколько-то часов? Слушай, да, я, получается, в Стамбул прилетел 6-го числа. И 7-го только улетел оттуда. То есть я ночевал там. Мне еще повезло, что у меня номер был. Я, прикинь, я билеты когда брал, мне не сказали, что у меня броня есть. Я в Минске случайно подхожу к сотруднице аэропорта и говорю, типа, вот лечу в Стамбул, мне надо где-то там перекантоваться. Она такая говорит, а можно ваш талон посадочный? Я ей даю, она говорит, так у вас проплачивают, типа, ну, гостиницы. Вообще круто. Меня транспорт забрал, все, отвезли, привезли, накормили там. Ну, вот эти точно, потом, там около 16 часов была пересадка или что-то такое? Да, то есть Калининград, Минск, в Минске 5 часов. И получается, сейчас я скажу, в Стамбуле я коллективил, ну да, где-то так, короче. Я еще такой думал, ох, думал, как там сидеть будешь, а оказывается нормально все. Короче, друзья, рады видеть Женю в целости, сохранности, добрался, все отлично, теперь нам еще часик до Патонга и будем тебя заселять. Ты как вообще, голодный, не голодный? Слушай, нас за 2 часа до прилета покормили. В 2 раза кормили, и вот в последний раз я еще так обратил внимание, 2 часа осталось до посадки, нам принесли там что-то и так далее. Я поел, попил и в принципе, ну... Сейчас 5 утра, что-то там на 8 на тренировку идем. Да, в легкую вообще, ну, ничего нет. Чего нет? Я шучу. У меня такая новость, в общем, я вот только прилетел, самолет и вышел, короче, у меня интернет заработал. Вакансия, короче, я очень долго ждал просто, мне говорят, ну, прилетай обратно, вот мне там, в общем, водителям ждут, поэтому, извините, но я, как бы, водителям буду работать. Пацан, правильно, на самом деле, он мне так начал говорить. Нет, ну, вот это пацан с юмором. Друзья, будет весело, погнали. Седьмой номер, заходи. Седьмой? Да. Здорово, привет. Алло. Женя. Дорого. Ты красный как раз. Да я уже облазил. Нормально ты сгорел, я тебе скажу. Слушай, нифигасе, а ну-ка, покажи. Да, в алтарях было там все, конкретно так. Ну, вот к чему. Да, да, вот уже есть опыт небольшой. Я чуть-чуть в улице, то есть, кроме особо не прибыта. Ага, вот тайцы матрас подогнали, да? Это Валентин тут этот, размутился тебе на матрас, если что. Ну, а больше. Нормально, да, смотрите, пацаны, вы этот, на чувачи раскиньте, кто там будет спать на матрасе. Сегодня уже будет так, ну, что, ну, там, валика белье. Так, раскиньте, кто будет. Будете по неделе меняться, ну, а что? Да без проблем. Ну, все, разберетесь там, потом отснимите на камеру, как вы решали этот вопрос. Слушай, а что, сильно слышно, да, когда кто-то приезжает? Не мешают байки на дороге? Да нет, не особо. Нормально? Я просто не спал, на самом деле. Так, смотрю, время шесть, но было. Говорю, смс-комитие разбудили, да? Смотрите, уже вдвоем будете жить, там, телефоны на беззвучный ставьте, чтобы не мешали друг другу. Валентин, что-то с утра на треньку пойдешь? Не, не пойдешь. Вот ты так частенько на две треньки в день ходишь, да? Да, да, да. Тебе трудно ходить на две треньки? По утрам, ну, так, через раз, по самочувствию. Но по утрам, вот, поспать. На самом деле, по самочувствию, да, смотри, но вообще лучше с утра хотя бы бегать разок, знаешь, ну, то есть... Я бегу по пляжу вечером. Вечером. Я говорю, сколько бегаешь километров? Не знаю, не считал так. Пляжа два туда, обратно туда. Нормально. Жень, смотри, ты сразу не рви, у тебя климатизация сейчас будет. Так, понемногу. Да, не справляю вообще. Первую неделю там одну-две тренировки с три, сколько хочешь, да? То есть не напрягайся сильно. Валентин, ты его уже ведешь в курс дела, там, когда проснетесь, выспитесь, да, да, где покушать, где что, ты уже знаешь. Валентин, самый главный вопрос по поводу поединка. 21 числа у нас бой, да? Да, я готов. Как тебе сказали об этом? Морально готов. Ну, да, она написала, спросила 21-го, как насчет... Она написала или так? Да, в Инстаграме. А, нормально. Ну, вот, видишь, она мне тоже позвонила, говорит, как вообще, ты не против? Я говорю, да, конечно, не против. Вот, и, ну, тебе написал. Я же сюда приехал. Ну, ну, нормально, как витамины работают, чувствуешь нормально. Да, работает. Ну, все отлично. Кстати, по поводу, ты привез, все, да? Да, вот, ну, осталось только проверить. Давай, вытаскивай, вытаскивай, это очень важный момент. Да, там такие... Это, Валентин, твои эти... Международники, нею пользуются. Ребята участвуют в гонке нации. Вообще, просто довольны. Тема вот такая... Это не гормонально, это, скажем так, витаминное для тела человека. Ты когда покупал, вот, как тебе сказали в аптеке? Да, это мощный витаминный коктейль. Да, вот. Друзья, потому скоро испытаем и расскажем, как это было. Валентин, ты готов? Мне плохо не стоит. Посмотрим, проверим. Не, на самом деле, там на несколько раз просто я позаботился, чтобы это наперед уже было и для тебя, и для Жени. Ну, спасибо большое, Женя. Глиамин, минерал. Ну, это секрет, что пока никому не рассказывает. Друзья, поснимали мы немножко в номере и поняли, что надо взять кофе, либо ложиться спать. Решили пить кофе. Валентин, как ты уже освоился, не освоился? Да, нормально все. Говоришь, ананасы уже по нормальной цене для тебя, да? Ананасы уже, да, подешевели. Женя, имей в виду, Валентин поделится опытом, а то ему тут ананасы по 40 бат продавали, которые для всех по 15, по 20. Маленькие, которые? Ну, не, не маленькие. Он нарезанный, да, я так понимаю? Нет, 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 я бы ее видел. Обычно? Ну да, есть маленькие слайденькие, ты просто их еще, наверное, не видел или видел уже. Которые полезные? Нет, маленькие прям такие вот, вот такие ананаски. Ну, короче, они уже видят, что ты подчернил, и тебе по нормальной цене все, да? Что вы уже обсуждали по поводу 5 раундов по 3 минуты? Ну, да. Будет что-то новое для тебя, Женя? Ты дрался только по 3 минуты? Ну, в России, да, 3 по 3 было раунды, да. У меня в России было 3 по 2 минуты. 3 по 2 минуты. Ну, ребят, 5 по 3 крайне редко бывает, потому что, как правило, вот в этом весь прикол тоже тайского бокса. Как правило, 15 секунд, и человек уезжает. Уезжает домой, да, работать водителем. Не, ну, как бы, может, нельзя смеяться? Ну, смеяться нельзя, на самом деле, с каждым может быть. Это никто не застрахован, вообще никто, даже Федя вот недавно, да, сел, но... Конечно, да, всех разбудил, а сам спать ушел. Да. Но суть не в том, что, как правило, здесь заканчивается все до окончания 5 раундов. И ребята должны быть очень волевыми, чтобы это... Не хотел заканчивать. Ну, это уже по-разному бывает, да. То есть, не всегда вырубают, а просто бывает упадок сил настолько, что человек просто стоять не может. По-моему, у него руки уже опускаются, и он уже просто стоит на том ринге, как мешок, скажем так, который просто бить остается. Но бывает такое хуже всего, когда двое таких, и они друг друга упираются, и дрефери просто не может остановить. Он ждет, пока кто-то упадет. Вот такая тема бывает на тайском ринге. Ну, я думаю, что у вас с физухой все будет отлично, потому что я вруфпался. Классно гоняют по физухе. Валентин, ты уже можешь это подтвердить? С физухой, да, хорошую дают. Отлично. Дают просто раз. Нормально. Ну, а с техникой уже по ходу дела разберемся. Вот, кстати, по поводу тренировок и спаррингов, Жень. Валентину не хватало спаррингов недавно, да? То есть, если не хватает спаррингов, ты говори... Там не запрещено, мы по своей договоренности давай встали и пошли. Да, да, вы можете вместе поработать. Вот, видишь, вам уже в любом случае скучно не будет, да. Валентин говорил, что ему не хватает спаррингов пожестче. То есть, что не стесняйся, тоже говори, либо если он скажет пожестче, то работай пожестче. Вот, а если что, меня приглашайте, буду к вам приходить тоже, помогать вас, выручать немного. Ладно, ребят, кофе попили, а теперь дальше по делам. Жень, чем заниматься будешь? Сейчас приду, разберу вещи. Женки наберу, если не спит, у нас там уже ночь. Ну, она просила, волнуется, она у меня такая очкуха не поднялась. Кстати, у нас такая тема, у тебя сколько детей? Двое. У тебя сколько детей? Одна. Один я тут такой хожу. А я к чему, что пацаны приехали, да, то есть семейные ребята, у которых есть цель. И, как вы видите, семья это одобрила, да, отпустила. Как жена отпустила. Нормально. Я к чему, что на самом деле это нужно все бросить, понимаете, и приехать. То есть это взрослые люди, у которых у кого-то работа, у кого-то еще что-то, но они собрались и приехали. Красавчики, ребят, на самом деле. Вот. Значит, жену набираешь, дальше что? Спать будешь, нет? Я бы не хотел, мне надо влиться, световой день мне надо протусить, как бы, чтобы ночью спать, как человек. Валентин? Да, это вот ты. Ты что? У меня такая была ошибка, я лег спать, когда приехал, и потом, да, не мог. Ну, тогда тусишь этот денек, и там же... На тренировку пойдешь? Да схожу, я думаю, да. Что, сегодня? Ну, я больше посмотреть схожу, а если по самочувствию, может даже, ну, что я сейчас не буду помтаваться. Ну, по ходу дела, посмотришь, да не, на самом деле не рвет. Валентин, ты чем заниматься больше? Да пойду на тренировку вечером. А, на утреннюю, так, больше вводить в курс дела Женя, да? Да. А, на утреннюю, так, больше вводить в курс дела Женя. А, на утреннюю, так, больше вводить в курсе. А, на утреннюю. А, на утреннюю, так, больше вводить в курсе. Раз, два, три, четыре. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну чё, как тебе? Субтитры делал DimaTorzok Десять! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...